Задача номер один – сохранить ногу. 16-летний парень пытался отнять оружие у сожителя матери. Мужчина приревновал её и начал бросаться на всех с огнестрелом. Под пулю попал и младший сын женщины. В результате оба подростка с ранениями и шоком попали в Джудинскую больницу, после чего их привезли на вертолёте в Улан-Удэ. Наши врачи с Москвой конструктируются, все действия совместно согласованы. Мы готовы выделить борт, самолёт до Москвы для перевозки туда. Это будет длительное лечение, для лечения, восстановления. Но сейчас пока дети нет транспортабельные, здесь пока вся помощь оказывается на месте. Старшего мальчика прооперировали, у него были повреждены артерии и нервный пучок. Кровоток удалось восстановить. Младшему обработали раны и наложили аппарат фиксации. У него перелом, ситуация менее опасная. Оба ребёнка находятся в состоянии тяжёлого шока, травматического, геморрагического шока. Поэтому они должны стабилизироваться. Ожидаемое осложнение, которое на такой потере, шоки, массивном поражении мягких тканей – это развитие полиорганной недостаточности, в первую очередь пучной недостаточности. На сегодня состояние детей стабильно тяжёлое. Оба подростка находятся в реанимации. Ася Касьянова, Новости дня.